Хабиб Нурмагомедов лучший российский боец на данный момент смешанного стиля. 24 победы, 0 поражений. И сейчас он главный претендент на пояс в легком весе самой престижной бойцовской организации UFC. Хабиб, здравствуйте. Здравствуйте. Хабиб, поздравляем вас с недавней победой над Майклом Джонсоном. Ну, уже какое-то время прошло, что-то сейчас в голове осталось после этих эмоций. Вот что произошло после этой победы у вас лично? Ну, когда мне на UFC 205 отправили контракт, изначально этот контракт был титульным. Я должен был драться за титул в легком весе. А потом они изменили, забрали контракт и поставили на этот бой Конора Макгрегора. Для меня это, конечно, было очень тяжело. Почему? Потому что я никогда не привык отдавать свое. Но потом я попросил у них бой на этот турнир. Я сказал, что это самый большой раскрученный турнир за всю историю ММА. Я очень хочу на этом турнире драться. Так как вы у меня украли мой контракт, поступили несправедливо, дайте мне любого соперника, я хочу здесь драться. Они мне дали Майкла Джонсона. Было очень много разговоров насчет того, что Майкл высококлассный ударник и так далее. И я хотел довольно такую жирную точку поставить во всех этих разговорах и показать не на словах, а на деле, кто на самом деле заслуживает этот пояс. А была какая-то особая подготовка именно к этому бою? Может быть, где-то вы готовились? Я уехал за три месяца до боя. Я изолировался от всех, поменял номер. Я утром, обедом, вечером тренировался, практически жил в зале. И можно сказать, ну, было очень такое тяжелое время, но она оккупировалась. После боя было такое довольно-таки эмоциональное облегчение. И, ну, когда выигрываешь, бои всегда такое бывают, но после последнего боя это было слишком особенное. В интернете появилась информация, что у вашего отца есть специальная методика по сгону веса. Можете чуть-чуть про нее рассказать? Ну, отец, это у отца всегда есть специальная методика не только там по сгонке веса, но и по тренировкам. И я бы сказал, что к каждому спортсмену у отца специальный подход. Это связано с тем, что у каждого бойца психологически разные отклонности, так скажем, или же психологически разные мышления. И к каждому он относится по-разному. А вот насчет диеты, диеты у него это народное. И это то, к чему он пришел годами. Потому что он более 20 лет в этом виде спорта, и вообще в большом виде спорта. Он и сам тренировался, был мастером спорта по трём видам в СССР. И довольно-таки долгое время проводит тренерские деятельности. Так что у него уже своя методика сложилась. Вы считаете, что вот в данный момент вы на пике формы? Так что, да, это уже 28 лет пик. Человек созревает, как отец говорит, от 28 до 30, это его пик будет. А после 30 ты уже выступаешь на опыте. Но физическое состояние тела, оно перестает расти. То, что могло развиваться без тренировок, оно развивается до 30. А после 30 ты можешь её только держать на тренировках. Но это то, что отец говорит. Конечно, может быть, у других есть разные мнения. У меня на личном опыте было очень много, то, что отец мне что-то говорил, но я не был с ним согласен. А потом с годами я приходил к этому. И в моём опыте я всегда просто слепо следую, то, что говорит мой отец. А к результату я, как вы видите, результат на все 100%. Ну, есть ещё один человек, который считает, что он сейчас на пике. Вы его упомянули, это Конор Макгрегор. Но вот так получается, что в данный момент он как-то избегает почему-то боя с вами. Вы согласны с тем, может быть, боится? Что происходит? Честно сказать, можно массу причин назвать, что происходит. А то, что он на пике, я на пике, это абсолютно верно. Ему 28, мне 28. У меня самая большая победная серия во всём ММА. Он чемпион UFC. Так что, ну, люди могут говорить разные вещи. И сам UFC, и сам Конор, и болельщик, и все. Но итог очевиден. Все хотят этого боя. Но мы к этому будем идти. И всё к этому и сводится. А вот в интернете появилась информация, там, скрин переписки, то, что вы ему писали. Он не ответил, что проигнорировал вот эти призывы? Ну, он прочитал. Для меня это очень важно. Он прочитал и не ответил. Это мне уже о многом говорит. Ну, а то, что сейчас сама организация UFC, она, вы согласны с тем, что она подбирает Макгрегору удобных соперников? Знаете, я думаю, можно и так сказать. Можно и так сказать. Почему? Потому что, как только ему выпал неудобный соперник Агней Диез, он стучал по полу сразу. А то, что он дрался с Альварезом, с Чед Мендесом и Джозе Альдо, они, конечно, очень высококлассные бойцы. Но нужно отметить, что для Конора стилистически они были удобны. И сами стили, они и делают бои. Можно разные вещи говорить. Но на данный момент я претендент номер один, а он чемпион. А чтобы это всё изменить, нужно работать. Это то, чем мы будем заниматься в ближайшие времена. Я буду пахать, тренироваться и идти до конца. Собственно, боксинг с Макгрегором. Конкретно речь, вот если идёт о титульном бое, вы тоже недавно появилась информация, что вы сказали, что если вам титульный бой не дадут, вы вовсе можете UFC покинуть. Это правда или это утка какая-то? Знаете, давайте не будем цепляться за слова. У нас, ну, я уже, можно сказать, я уже самому себе не принадлежу. Так если, в общем, можно выразиться так. И от меня ждут, и от меня уже и требуют пояса. Так что, куда я могу идти? У меня, конечно, есть предложения. Ну, такие серьёзные предложения, можно сказать, от российских промоушенов, в частности, от Fight Nights. Если бы я дрался бы за деньги, я бы, конечно, их принял бы. Но для меня это главное, чтобы я строил историю. Заработав деньги, ты не сможешь построить историю. А завоевав пояс, ты войдёшь в историю. Так что я стремлюсь за поясом, я стремлюсь за своим наследием. И я хочу, чтобы я остался в истории. Не так, чтобы я карман пополнил. А если вам предложат бой за временный титул, вы согласитесь? Или это чуть менее серьёзно? Это, конечно, временный пояс. Это не то, зачем я иду. Но если он приводит меня к конечному цели, почему бы и нет? Временный пояс для меня, конечно, не приоритет. Но забрал временный пояс, я смогу получить ключ в комнате, где будет находиться настоящий пояс. Если всё-таки этот бой состоится, то, скорее всего, вашим соперником будет Тони Фергюсон. Который где-то в интернете, но такие не очень лицеприятные высказывания в ваш адрес были. Вы это всё как бы игнорируете, это всё ерунда? Не, не то, что игнорирую. Я, конечно, это всё вижу. Это нужно понимать, что это не только там спортное шоу, чат-шоу. Многие это используют как раскрут, как бой. Многие используют это как давление на соперника в психологическом плане. Но на меня это никак не давит. В конечном итоге на нас закроют двери, на нас закроют октагон. Я соперник и судья. И в конечном итоге нам придётся выяснить это на кулаках. Так что я к этому нормально отношусь. А можете рассказать немного про Игл ММА, про эту школу, команду? Какая дальнейшая цель развития? Игл ММА мы открыли сегодня день рождения клуба. Основатель клуба это Зияудин Гаджевич Магомедов. К этому мы пришли после долгих переговоров. Имеется в виду не только там со мной, но и с многими бойцами. У нас в команде очень серьёзные личности. Такие как Минаков, Багаудинов, Мирзаев. И были, конечно, свои сложности. У нас не всё так гладко было. Но мы всё успели и смогли собраться вместе, подписать контракты. И у нас уже серьёзная такая команда. И у нас поставлены задачи. На следующий год у нас должны быть 3-4 пояса минимум в Fight Night. 2-3 пояса минимум в World Service Fighting. Это одна из лучших организаций мира, которые борются в Америке. И как минимум пояс в UFC. И сделав такой результат, мы автоматически ответим на вопрос, к чему мы идём и чего вы хотите добиться. Завоевать такие пояса. И мы автоматически будем влиять на нашу молодёжь, которая находится в России. И чтобы они стремились в залы, чтобы они стремились в школы, чтобы их забирать с улиц и чтобы у нас росла здоровая, умная и крепкая молодёжь. Хабиб, большое спасибо за интервью. Большое спасибо.